Ребятки, я, если честно, не совсем любитель записывать начало выпуска в конце выпуска, но так уж получилось. Короче, я вас сегодня приглашаю в интересный влог. Это наш день. Сегодня будем решать вопросы с машиной. Сегодня получим там справочку, чуть позже тоже расскажу. А еще вместе с вами мы поедем смотреть дома. Что за дома? Вы узнаете позже. Но должен выпуск получиться классным. Погнали! Охренеть! Вот это сегодня в заморозке. Ночью были минус 3, наверное. Гляньте, машина покрылась вся снегом. Обалдеть! Причем твердым. Я, если честно, знаете что? Я не помню, чтобы машина это видела такой температуры. Потому что в том году было тепло, в Сочи она видела снег. Но там что, снег выпал и тут же растаял. Она стояла так в сугробе после снега. Но вот прям, чтобы такого, посмотрите, по всем стеклам не было. Ладно, вот это называется действительно холодный пуск. Сейчас эти нагреются. Ага. Ну пробуем. О, отлично. Схватила, завелась. Да, слушайте. Дубак. Ух. Просто. Жесть. Вон вся крыша тоже. Сегодня будет интересный выпуск. Я сейчас поеду в Москву, на юг Москвы, метро Анина. И я хочу сделать диагностику коробки. Я как-то в выпуске показывал, что когда я купил, поменял короче в коробке масла, у меня коробка стала при сбрасывании газа так как бы подталкиваться. Вот. Я хочу сделать диагностику. Особенно на холодную это происходит. Сделаю диагностику, посмотрим, что они вообще скажут. И они как сказали, что по диагностике мы сможем установить, что нужно делать и сколько будет стоить ремонт. Вот мне саму интересно, сколько будет стоить что-то там поменять. Так. Стекло. У меня здесь есть такая функция. Ее нужно включить. Шикс. Всякое. Размораживание. Лобача. Сейчас будем смотреть, за сколько это произойдет. Сейчас 24 минуты. Обороты упали. О, плюс 2 градуса, кстати. Ну что, ну что, 5 минут прошло. Смотрите. Здесь появилась уже просто водичка, поэтому мы ее берем так джинс. И все. Быстро, быстро. Уже теплый воздух даже дует. 9 минут машина заведенная. Вот. И в тачке уже, в принципе, тепло. Ну что, все, я выехал. Тут стою на Ситофоре. Он такой долгий. 90 секунд. Ехать мне 40 минут. Вообще, я записан к 10. А время сейчас уже без 20-10. Я, походу, опоздаю. Там еще чуть-чуть Симферополька стоит. Ну, посмотрим, будет видно. Ничего не меняется на Симферопольке. Здесь ее всегда что-то ремонтируют, ковыряют. Вот не помню такого времени, чтобы ехала она. То тут ковыряют, то там ковыряют. Короче, она всегда под ремонтами. Всегда в каком-то месте обязательно есть вот такая вот пробка. Да, еще на Симферопольке, конечно, постоянно бьются машины. В данном случае Газель. Вон она, как видите, беленькая. Вот так вот. Мордой нету. Видимо, то ли кого-то догнала, то ли просто выскочила. Так что нужно быть всегда предельно внимательным, аккуратным. Ну, а, ну, вон тут и портер. Короче, походу грузовые друг друга догнали. Ну, естественно, из-за этого всего. Пробка в область тоже неплохая. Хвост достаточно длинный. Хоть и будни утра. Так, ну что, я вот приехал на такое местечко. Здесь есть техцентр МЭРС. Они занимаются МЭРСами и, соответственно, коробки обслуживают. Так, и вот я их уже вижу. Все, сейчас заезжаем. Прокатился, посмотрел. Сейчас диагностика будет. Ну что, моему удивлению, как всегда, нет предела. Выгнал тачку из сервиса. Диагностика компьютерная ничего не подсказала. Единственное, показало одно, что когда-то на Дэшке включили на нейтралку. Я вообще не припомню, чтобы такое было. Может быть, когда-то случайно, поэтому я особо-то и не запомнил. Что касается каких-то ошибок, других вообще ничего нету, пусто. Масло, они взяли пробу масла, там тоже все нормально. Нормально, хорошее рабочее масло. Ну и сказали мне, можно начать с гидроблока. Попробовать перетряхануть его. Вот, там будет видно стоимость примерно 40 тысяч плюс-минус. Все зависит уже, ну, буду смотреть по ситуации. Вот такая тема. По акции диагностика коробки была полностью бесплатная. Думаю, как поехать либо по Симферопольке, либо по Старой Варшавке в сторону дому. В итоге что-то стоит, что-то стоит. Без разницы, короче. Как ехать, пробки, блин, жесть вообще. Ненавижу за это, конечно, и Москву. За то, что она просто нереально стоит. Теряешь столько времени. Казалось бы, 20 километров надо проехать, а пробки ужасные. Сейчас поедем за справкой. Наверное, кто смотрит наши выпуски постоянно, знаете, мы сейчас всякие плюшки оформляем при рождении ребенка, по многодетству. Есть определенные палки в колеса. Одна из которых справка. Мне нужна справка о том, что я не получал единовременное пособие, не получал ежемесячные выплаты. Я ее заказал уже, осталось только получить. Позавчера ее заказывал, делается в течение трех дней. Вот сегодня как третий день, поеду, попробую забрать. В Москву ехали, я показывал эту пробку, да, как в сторону области все стоит. Вот сейчас сам в ней толкаюсь. Там, как помните, ДТП. Где-то тут должно было быть. Там, по-моему, ближе к мосту. Приехал я в магазин Пятерочка. Но не в самый магазин, тут, короче, на третьем этаже. Как раз социалка, где ИПшникам делают такую справку, что, мол, я нигде ничего не получал. Так что, пойдемте. Хорошие новости. Справка на руках о том, что я ничего не получал. Поэтому сейчас с Настенькой сядем и доделаем все эти заявления. Спустя столько дней, надеюсь, у нас получится. Короче, наши парни, как и все, помешаны на скрипышах. Артем, покажи вашу коллекцию. Много скрипышей у вас? Много. Показывай, давай. Показывай. Вон. Давай. О-о-о, полная канистра. На повторке ты обмениваешься, да? Да. Ну, а сейчас будет еще больше. А, вот я знаю, я джин. Опа! О-о-о! Вот так вот. Видал. О, Родион сразу попер. Да? О, Шелак, иди-ка, давай вот так вот положим. Кто это? Ну, пусть он сам достает, Артем. О, хорошо, он наш... Смотри, мусор у тебя убил. Мусор убирай. Человек-невидимка. Опять его убил. А, Родион, Родион. Ну, ты ходи, он сюда мусор подкладывай. Ага. Ты знаешь, ты, Пирон, опять у нас невидимка. А мне, пацаны, а мне... И Верончик еще маленький. А мне повторки пока только. О, повторки, ну. О, новый находит. Опять еняк, слизняк. Короче, у вас все эти есть, да? Я в голове этого я открою. И опять енот. Ну, енот у тебя только один, ничего страшного. Вот, и по факту получилось раз, два, три, четыре, пять. Пять скрипышей только. Но на остальные пацаны поменяются во дворе, да? Да. На повторки надо меняться. Прыгнули в машину, взяли с собой Вовчика. Вы помните его из Крыма. Человек-потеряшка. Вот, и едем смотреть. Варианты... Вы комментируете сейчас это. Варианты... Потеряшка. Варианты домов. Вот, у нас тут есть небольшая идея. Вот, сейчас будем смотреть, показываем, что смотрим. Ну, а вы пишите там, пишите комменты, как вам. Домики. Че? Да это общагу, походу, лупит. Да, участок, конечно. Так, вот первый был вариант. Вот, получается, пошла кишка заезд. Вот он, двор. Ну, здесь все, короче, отсыпется еще. И вот, хопс. Туда пошла. И вот он, здоровенный участок. Раз соседи, и вон соседи. Вот, причем тут достаточно широко. Кухня здесь. Да, 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 кухня. Вот так вот. Хоп. Вот дома. Вот въезд, получается, в один участок. Вот вход уже в другой участок. И тут, получается, вот такая. Господи. Вот такая кишка идет. И вон там уже дом. За вот этим. Получается, сейчас столб стоит. Вот так вот. Ну, как бы, вот он и есть въезд. И вот пошла туда кишка. Вот, получается, вот сюда хоп и вернул. Там дорога. За дорогой деревня. И вот, короче, вот такой вот водоем. Ну, блин, достаточно большой. Не знаю, есть ли рыба. Но он длинный прям. Туда вот уходит. Мы доехали до второго озера. Что-то, закат шикарный. Вот. Да, оно, конечно, пошире. Здесь даже можно вот так спуститься. Опа. Лодка. Херня какая-то. Ну, мостики какие-то есть. Мы тут с Настенькой, видите, тестируем наш новый термос. Спустя три года путешествие первый раз себе купили. Вот с таким вот сегодня прекрасным закатом. На озеро, которое мы не знаем, как называется. Случайно здесь оказались. Вот. Ну, река с таким озерцом внутри. Теперь Настенка не отвлекайся. И вот тут так вот Мирончик на руках отдыхает. Гляньте, какая красотища. Воздух классный. А главное, воздух какой. Зачем мы смотрим дом? Короче, нам... У нас есть 500 тысяч маткапитала и еще 400 что-то с чем-то за вот этого малыша. И вот мы хотим просто эти деньги закинуть куда-то, либо чтобы они работали, ну, типа, сдать потом, либо чтобы было нашей базой. Мы смотрели долго квартиры, ну, точнее, продолжаем смотреть, но цены настолько неадекватны на квартиры даже в Краснодаре, что здесь, в Подмосковье, есть варианты замутить дом. Причем цена дома 3 миллиона плюс-минус. Готовый дом, там уже есть туалет, ванна установлена, участок 5 соток. Ну, вот, собственно, я вам показал. Единственное, что я не показал планировки, мы не нашли ключ. У меня вот у брата такой дом, они покупали 3 года назад, живут, все нормально. И вот мы смотрим, чтобы он как минимум был, ну, ровный участок, и вот чтобы было вот такое вот озерцо рядышком. Вот, собственно, вот так вот, да, будет получше, вот так шикарно прям, да, вот так вот. Вот, вот, и Настенька тут. И, короче, смотрим, смотрим, думаем, гадаем, поэтому, если вы посоветуете что-нибудь в комментариях, на что обратить внимание, то будет, конечно, здорово. Вот, пишите, с удовольствием почитаем, ознакомимся, может быть, какие-то подсказки. И вдруг у нас скоро на ютубе появится видео такое. Мы купили дом. Но это не точно. Садили дерево. Дерево. Посадим плаценту, которая так всех интересует. А что вы с ним будете делать? Вот, в общем, ходим, гадаем. Это такая наша, еще одна, пункт, пункт, нет, не то что цель, пункт, почему мы приехали из Подмосковья здесь тусуемся. Конечно, документы, какие-то различные плюшки, выплаты. И плюс загранпаспорт. Мирону делаем, вот его там уже на рассмотрении, надеюсь, в ближайшее время сделают. И, конечно, так сказать, по соседству еще присматриваем недвижку. Но какую, что будет, короче, пока неизвестно. И самое главное, будет ли ходим здесь с Настенькой вот так вот туда-сюда. И вот Настенька говорит, а зачем? А стоит ли? А надо ли? И мы вот как это, ломаемся, что-то ломаемся. Уже какой год? Третий, наверное, четвертый? Четвертый. Четвертый год. И все, короче, решится не можем. Уже третий ребенок родился. С 19-го года прям уже смотрели участки. Уже не первый раз, короче, смотрим, построиться хотели. А в итоге уехали в поляну жить. Да, да. И вот что-то все откладывается, откладывается. Сейчас уже есть планы, где зимовать. Уже такая цель. И непонятно, короче, что вообще делать. Короче, поддерживайте в комментариях. Все. Мы поехали домой. Закат проводили. Мирончика выгулили. Поехали к детям туда-домой. А то они там у нас одни сидят. С женой брата. Вот. Такой выпуск получился. Такой вот влог. Такой вот день прикольный. Да, Настюнка, тебя, конечно, сегодня было мало. У меня всегда будет мало сейчас. Ну да. Я сейчас работаю мама. Ты сейчас рабочая мама. Рабочая мама. Все, ладно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok